Музыка Раскидистая, с ветками до земли, взлет на высоту холма, за которым необъятные долины до горизонта, а потом вдруг ущелье и изумрудная речушка, прозрачная, как кристалл. Или берег синего озера. Лежит озеро в волнном одиночестве. Мелкие волны набегают на бережок. Качаются на воде розовые кувшинки. Ни души, ни дымка, ни следа ноги на песке. Время остановилось. Таким или почти таким увидели наш край, ребята, и первые поселецы Урала в XI веке. Поэзия, развитая в природе, требовала воплощения в слове, мелодии, предмете. И так появляются песни и сказки, предания и легенды. Уральские сказки — это что камешки в горе? Один копнешь и на целый занорыш найдешься. И такой, что цены ему не будет. Слово — великий дар художника. Оно как граненый самоцвет. В его руках сколько граней, столько и у чистых сверканий, переливов и красок. А найти их дано умельцу-гранильщику, чувствующему душу самоцвета, как живую. Такими умельцами, ребята, были Павел Бажок, Сергей Мавласова и сегодняшние сказители Юрий Подкорытов, Юрий Гребенков, Сергей Черепанов и другие. И сегодня мы вам наполним легенды и предания, рассказывающие о небольшой части Урала, на которой расположился сначала Мяцкий завод, а затем и город Мяц, которому в этом году исполняется четверть века, 250 лет. А началось все в 1773 году, когда Тульский купец Ларион Лунинин земли эти из-за меди прикупил. Но в те годы не так-то просто было. Прикупить-то прикупил, но надо было еще разрешение на строительство медиплавильного завода получить. И отправился он в Санкт-Петербург, царице тогдашней Екатерине II. Ну кто там еще входить? Здравствуй, матушка-царица. Здравствуй, любезный. Кто такого выдержит? Я, матушка, издалека к вам прибыл. С Урала. Тульский купец Ларион Лугиняк, пчелом бьет. С чем пожаловал купец, рассказывай. Прикупил я земли близ Златоуста. Месторождение меди там обнаружилось. Хочу медиплавильный заводик построить, чтобы посуду делать, колокола церковные, монету медную чекамить. Хочу там еще городишко построить. Ох, понаписал-то. А много ли там меди будет? Предостаточно, матушка. Я думаю, лет на пятьдесят хватит. А работать кто у тебя там будет? Крепостных привезут из Тульской, Рязанской, Пензенской губернии. А назовешь как? Город-то? Ну там речка малая протекает, мяс называется. Думаю, так и город назвать. Ну что ж, так тому и быть. Повелеваю своим царским величеством от 18 ноября 1773 года. Вот спасибо, матушка, уважаемый. Я вас не подведу. Прощайте. Прощай, купец. Через три года завод уже стоял. Плотину поставили. С 1777 года на заводе медь начали плавить из местной руды, которую брали из явно рудников. Медь-то шла на разные нужды. Посуду там делали, литье церковное или чего другое. Однако некоторая ее часть всегда отправлялась в Екатеринбург, на монетный двор, чтобы монету чекарить. Но не всегда так-то было. Внуки Лугинина продали завод, банку какому-то. Потом купцу московскому Кнауфу. С 1810 года у нас на заводе меди плавили совсем мало. Руды, вишь, схудные стали. Скоро к казне завод перешел. А потом решили его в железноделательный переделать. Железо, вишь, хотели и златоустовского чугуна делать. Ножневую фабрику опять же устраивать. Не помогло. Хирело производство. Как есть бы, дело заглохло. Как бы немного раньше, в 1797 году, золото первой ласточкой на реке Ташкутарганки не показалось. То золото рудное было. В лиственном камне нашли. В 1823 году рассыпное золото нашли. А через год на Ташкутарганки поставили прииск царево-александровский. Вскоре приисков рудников было уже более двухсот по всей Миасской долине. Вот так зарождался наш город. На смену веку медному и золотому пришел век железный. Когда в 1941 году, во время Великой Отечественной войны, переехал из Москвы в Миас автомоторный завод имени Сталина. Так образовался автозавод и поселок при нем. А во времена холодной войны и гонки вооружения, маленький уральский городок вновь стал на защиту нашей большой родины. Конструкторское бюро имени Макеева стало производить морские баллистические ракеты для подводных уродок. И стало ядерным щитом для нашей страны. И накануне, ребята, юбилея нашего города, встретились хозяйка Медной горы с Великим Полозом. И стали думать, что же городу-то подарить. Здорово, Полоз, что ты все спишь? Давай просыпайся. Городу 250 лет исполняется. Надо подумать, что давить. У меня запасы меди, вы истякли. Здорово, хозяйка. Ты чего расшумелась-то? Нет у меня золота. Зато я знаю, где есть. Ну и где? Помнишь, говорили, что Емелька-то Пулгачев, когда в землях наших бывал, клад свой где-то сторонил. Так вот, доподлинно известно, что он его в озеро Инышко скинул. Водолазов, правда, нанимать придется. То, что в Инышко, то он две бочки скинул, то слезы людские были. А вот истинный ты клад, он девки и немки отдал. Ну и сохранение. И еще слова такие специальные сказал. Храните сокровища и никого до них не допускай. Когда время придет, тогда этим добром люди попользуются. Вот думаю, пришло то время. Ну и где мы ее искать будем? Где она живет-то? Ну как где? Временок, конечно, на высокой гове. Куда трусливому злы дню пешим не пройти, на хамей не проехать. А вот доброму смелому молодцу она сама на дорогу пути укажет, наградит и отпустит. Ну и кого мы к ней пошлем? Где сейчас доброго смелого молодца посыскать? Хотя, знаю я одного, он тогда ради своей любимой девушки через стопи болотные шел. Сквозь тесад ремучий пробирался, лез через горы неприступные. Много дней шел, дошел до своего озера родного. Зачерпнул ладони чистейшей прозрачной воды и в обратный путь пустился. Еще труднее его был путь, но он ни на минуту не останавливался. Дошел, донес воду, умылась она и прозрела. Ушла печаль, и навсегда они остались вместе. Это ты про Тура и Гаяк. Слышали, ребят, такую легенду? Молодец Тур! И девушке своей помог, и озеро наше основа, которое на весь мир теперь известно. Точно, надо Тура позвать. У тебя его номер есть? Нет? У меня где-то был, сейчас я ему на ватсапе не шел. На ватсапе. Вот. Срочно нужна помощь. Хозяйка. Отправляю. Подождем. Аня, а что нужно сделать? Куда нужно сбегать? Что достанет? Ты курьером-то работаешь еще? Да, у меня даже дело свое есть. Скажи, индивидуальный предприниматель, Тур-Эн-Гаяк. В общем, дело первостепенной важности. Городу исполняется 250 лет. Надо сбегать, да и Менбом, девки и Менхи, и забрать у нее лап Пугачева. Она, конечно, там будет сопротивляться. Ну, как-нибудь уговоришь с девушками, у тебя хорошо получается. Но водички на всякий случай с собой прихвати. Хорошо. Так что, давай. Удачи тебе. Да, как можно быстрее возвращайся. Будем ждать. Да. Золото Пугачевское, это, конечно, хорошо. Нам бы где каменья в самоцветных еще раз добыть. Ну, не пойдем же мы в музей Менского заповедника, грань. Хотя, идея у меня есть. Ты Семигора-то помнишь? Как не помнить Семигора? Знатный был купец. Семигора у него была золотая, платиновая, медная, железная, мраморная, хрустальная и Менгара самоцветная. И семь дочерей у него было. Шесть, как одна. Станом высокий, лицом румяный, глаз с поволокой, волосы черные. А вот седьмая Настенька, дочка любимая, тоненькая, как тростиночка, личико беленькое, волосики, будто паутиночки осенние на солнышке светятся. А глаза, как вода и Менозера, тихие и светлые. Из чего удумала? К Семигору за Настенькиными связами не даст. Скупердя еще тот. Лучше в гору превратиться, а все равно не даст. Ну, я лучше сразу к Настеньке сбегаю по-быстренькому. Пусть она, значит, это самое свеженьких мне наплачет, прозрачных аквамаринчиков, голубых сапфирчиков. Она там все по Ивану Беглому убивается, своему телефону у нее нет. Ну, да я, собственно, на такси съезжу. А ты давай, поспи, пока отдохни. Ох, лягу, посплю, пожалуйста. Вот и беру свою жизнь. Ну, где же этот курьер? Уже на целую минуту опаздывает. Мало того, что воды от него не дождешься. Ему еще и клад подавай. Просто так не отдам. Пока загадки мои не отгадает, ничего не получит. Мне это клад Пугачева на юбилей городу, хозяйка сказала. Опаздывайте, голубчик. Просто так я вам кладу не отдам. Сначала на вопросы вы ответите. Так, а какие у тебя вопросы? Ребята, если что, вы мне поможете. Сказы, вы линии, что ли, встречаются устаревшие слова, которые мы сейчас в своей речи не употребляем. И вам нужно дать им объяснение. Первый вопрос. Какого человека в старину называли старателем? Какого человека называли старателем? Я думаю, что он старался. Ну, старался. А что он делал стараться? Ну, о чем сейчас говорим? О легенда, о камнях, да? О золоте. Значит, кто искал золото, да? Вот они и работали. А старателем это рабочие, занимающиеся добычей золота. Да. А второй вопрос. Что представляет собой сухарник? Так. Что это такое сухарник? Легенды. Не забивайте. Ну, это, наверное, рисун, да? Сухие деревья, ветки. Я думаю, правильно? Да, это правильно. Дрова, пляка, страна. Правильно. Совершенно верно. А что означает слово наушник? Ну, это человек, я думаю. Нет, это надевается на рыбой... Нет, ребята, это же легенды. Это то, что было давно, тогда не было наушников. Это человек, который любит пошептаться, платить слова, говорить про других, правильно? Ну, сплетник одним словом. Сплетник, да. Все правильно. А как вы понимаете слово подарение? Я думаю, это просто... Ребята, что такое подарение? Как вы думаете? Подарение. Да, да. Возвращение. Верно. А что такое харчи? Не суп. Не суп. Харчон. Харчи. А это харчи. Это просто еда, пища. Да, это в общем еда. Правильно, совершенно. А что такое талмач? Талмач. Что мы сейчас с вами делаем? Переводим слова, да? Старинные. Разъясняем, да? Рассказываем. Да? Переводчик. Да. Переводчик. Или последних при беседе еще разговаривали. Да. Хорошо. Ну и последний вопрос. А что называли старину на Урале балаганом? Так, балаганом. Балаганом. Как вы думаете? Это инструмент такой? Балаган. Это инструмент, думаю, это жилище бесстарательное. Такое временное. Правильно? Совершенно верно. Молодец. Ну что ж, молодцы, ответили на все мои вопросы. Держи золото. Ой, тяжелый-то какой. Это не в ходушках водичку несу. Ну, постараюсь как-нибудь. На такси-то как удобно. Быстренько. Ну и что ты как? Выспался? Тур не успался. Раздобыла маленькое. Тур не возвращался? Тур не. Нет, Настенька, представляете, плакать не хотела. Живет себе припеваючи. Все у нее хорошо. Дети, внуки, правнуки. Забыла своего Ивана Беглова. Пришлось вот по новой сказку про Семигора рассказывать. Наплакала совсем чуть-чуть, как кошка. Ну да ладно, зато свеженький. Тур где у нас запропастился-то? Он, вон, 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 на подходе, на подходе. Давай, 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 давай. Ох, и тяжеленький. Старый, я стала для этой физкультуры. Вы в следующий раз кого-нибудь помоложе найдите. Да я тебе лета двести постарше буду, и ничего. Ну, в своем-то подожде я полежать бы смог. А вот побегай по горам. Так, давайте ссориться не будем. Давайте лучше посмотрим, что. У нас тут есть. Ага. Ой, какая красота. Какая красота. Вот оно, золото наше. Книги. А вот и мне что удалось раздобыть. Лучше книг могут быть только книги, которые я еще не читал. Это. Так что ждем вас, ребята, в библиотеке за книгами. Ребята, вы тоже можете сделать подарки к юбилею нашего города. Принять участие в летней программе чтения. Здесь есть такие конкурсы, как «Мой город, так и в России» к юбилею нашего города. Валерея лучших читателей. Где вы можете принять участие не только вы, но и ваши родители, братья и сестры. Кто хочет, вы можете принять участие. К юбилея. Субтитры создавал DimaTorzok